79-летний Екатерин Буржец умер у подъезда своего дома. Мужчине стало плохо, когда он возвращался из магазина, куда ходил за телепрограммкой. Мимо оперевшегося на перилам мужчины прошли несколько пожилых соседок, но старик не дал им понять, что ему нужна помощь. И только когда пенсионер повалился на землю, прохожие вызвали скорую помощь. К сожалению, помощи врачей мужчина не дождался. Видео последних минут жизни своего соседа из 54-й квартиры Владимира Галендухина поделились жильцы дома номер 72 по улице Походной в Екатеринбургском микрорайоне Уктус. Минувшей зимой из-за поломки котельной компании Т-Плюс эта девятиэтажка больше недели оставалась без отопления, а из-за дефицита дворников управляющей компанией Чкаловская дом, расположенный на возвышенности, оказался неприступным для пешеходов, не имеющих опыта альпинизма. Но вот, наконец, пришла весна, в квартирах потеплело, а снег растаял. Пожилой Владимир, проживающий в этом доме со своей супругой, в пятницу около полудня отправился в ближайший магазин «Магнит» за телепрограммкой на следующую неделю. Шестисотметровый спуск с горы до улицы Олега Кашевого ему дался относительно легко, а вот подъем в горку сердце не выдержало. Поднявшись до подъезда, он остановился и облокотился на поручень, что не вызвало подозрений у других столь же пожилых соседей. И только когда мужчина упал, на это обратили внимание группа студентов, расположенного рядом Екатеринбургского политехникума. Они и вызвали скорую помощь. Еще один звонок в неотложку совершил супруг Екатеринбурженки Ольги Гуриной. Вот что Ольга написала ВКонтакте. «Мой муж приехал к матери в этот дом на походной 72 и увидел этого старика. Тот жадно дышал. Муж вызвал скорую. Где его спросили, живой или нет? Сколько лет? Пахнет ли спиртным? Минут через сорок ему перезвонили. Спросили, живой еще или нет? Там стояли только ученики техникума. Перезвонили. В скорой подтвердили вызов. Но приезжать не спешили». «Ты в скорой себе не пиздяла, да?» «Нет». «Волк! Волк! Волк!» «Помощи врачей 79-летний Владимир Галендухин так и не дождался. Отдал Богу душу». В местных пабликах, а также в ряде СМИ, появились статьи о черствости соседей, вовремя не пришедших на помощь. Однако жильцы дома утверждают, что у умершего была сердечно-легочная недостаточность. В последнее время он именно так и ходил. Остановится, продышится, дальше идет. Ребята-студенты спросили, надо ли ему помочь, а он, видимо, и сказать уже ничего не мог, только рукой махнул. Да и толку-то, ну, вызвали скорую. Все равно приехали тогда, когда уже умер. Свердловской полиции сообщили, что предварительно эта смерть не имеет криминальной подоплеки. В следственном комитете рассказали, что проводится проверка тела умершего мужчины, направленную на судебно-медицинскую экспертизу.